В Ленинском районе и работать, и отдыхать умеют уже в восьмой раз в рамках проекта «Дом без насилия» организованный и проведен спортивный праздник «Семейный круг», участниками которого стали семейные команды. Базой для проведения уже не в первый раз стал стадион средней школы номер 17, который для Граевки превратился в настоящий спортивный центр. Ко мне обращаются жители ближнележащих домов, которые просят открывать его и утреннее время, в районе шести утра и даже раньше. Я думаю, что мы с директором школы этот вопрос обговорим, потому что действительно он должен работать для людей, люди должны здесь заниматься. Ну а то, что он в нормальном состоянии, вы видите, здесь все вопросы организационные и все вопросы обслуживания здесь решены прекрасно. Спортивный праздник «Семейный круг» объединил 15 команд школ и гимназий и Ленинского РВД. Главная цель – объединить и сплотить семью. За 8 лет наш праздник, а он и называется «Семейный круг», соединяет всех вместе в один большой круг мамы, папы, дети, мальчишки, девчонки, даже учителя и наш прекрасный отдел внутренних дел. Он тоже сегодня присутствует здесь. У комиссии идея эта была в первую очередь направлена на сбережение семейных ценностей, на формирование здорового образа жизни у наших мальчиков, девочек. И, конечно же, досуг, занятость ребят. «Семейный круг» – праздник необычный. Здесь важна не только спортивная составляющая, сколько особая атмосфера общности. Если родители ведут здоровый образ жизни, считают организаторы, значит и дети их вырастут сильными и уверенными в себе людьми. Победители и призеры спортивного праздника получили дипломы и кубки от администрации Ленинского района и районной организации «Белая Русь». Сладкие подарки от берсейского пекаря и брестского мороженого. А еще массу эмоций, которые разделили поровну, по семейному. Конечно же, воспитывает семейные ценности, сплоченность воспитывает. Также хочется с детства детям развивать их физически, понимаете, чувство коллектива, семейных ценностей таких. Воспитание командного духа и повышение спортивного мастерства стало основной целью молодежного спортивно-развлекательного праздника «Брест-Лямдия». Его участниками стали члены Белорусского республиканского союза молодежи, учащиеся брестских школ. Мероприятие в таком формате у нас проводится впервые, в формате спортивного праздника. Буквально через две недели мы будем проводить большой городской тур-слет для школьной и студенческой молодежи. А данное мероприятие, так сказать, превью нашего самого крупного школьного тур-слета. Базой для проведения спортивного праздника стал парк воинов-интернационалистов. Свои таланты, смекалку и молодецкую удаль командам из десяти школ предложили проверить в трех этапах. Надо выбраться на природу, в парк тем более. Вырваться на природу, побегать. Сейчас так молодежь сидит дома, на самом деле в телефонах. Как без этого? Надо же побегать иногда. Размять кости, размять мышцы. Мы готовились, мы думали визитку, мы учили, ну песню учили, конечно. Нас это очень сплотило, как команду. Соперники нам очень понравились, на самом деле. Такие громкие команды, но мы тоже на самом деле готовы. Мы готовы побеждать и хотим выиграть, конечно. Победу в спортивном состязании праздновала средняя школа номер 14 имени Фомина. Для ребят маевка удалась. С первого этапа захватив лидерство, свою победу они уже не упустили. Конечно же здорово. Как же еще? Спорт, как без этого? Первые места надо вырывать. Выходят соперники достойные, с уважением относимся к ним. Надо рвать. Первое место, 14 школа всегда занимает первые места.